Ольга Малицкая Кстати, крупными плодами Фотографии была, только сейчас я не найду ее Политина, добрый вечер Ольга, добрый вечер Шилов, здравствуйте, у кого в Томске растут абрикосы Ой, это вопрос не ко мне У меня нет секретарша Которая бы все буквально Вот приходит письмо, раз Я еще держу вот этот У меня есть Папка, а там Фотографию со всей России С персиками С персиками-сенцами С персиками-пельвитами С абрикосами Вплоть до 100-граммовых И с яблоками Плод 500-граммовыми И грушами роскошные Все есть И этот список увеличивается Но там даже Вот смотрю А где это? А черт его Вот фотография А я в свое время Даже не написал Точный адрес А просто написал Допустим Там Шантарский Или там Этот самый Или Орск И все И концов нету А фотографии есть И это дерево Где-то растет И процветает Скиньтесь Меня на эту Секретаршу содержать И все будет тогда А то получается У кого в Томске растут? А я должен был уже ответить Да, растут Томске растут А конкретно Не скажу Игорь Сафин Здраво Галина Блинова Господи Когда мы захочем Добрый вечер Здравия Всем учителям Биберна Спасибо, Галина Являюсь 100% Последователем Приемах Агротехника Нашего наставника Но Наши вопросы Не кончаются У нас разные Климатические условия Вот на этой секунде Скажу Условия разные Законы Пророда одинаковые Идем дальше Разные почвы Но с почвами Это мы можем поработать Долго жить не буду Даю ссылочку на каналы Где наши Пытливые умы Найдут пристанище Канал Андрей Николаевич Живая почва И Геннадий Геннадий Распопов Геннадий Федорович Это Геннадий Распопов Это мой друг Гордо говорю Значит Про Андрея Николаевича А кто такой Андрей Николаевич Живая почва По имени того не назвали Ладно Значит Геннадий Распопов Мой друг Уникальный садовод Ему бы надо посвятить Идельную передачу Знаете как Он знает Какой это самый Какой Как ко мне вот это Странное такое Невероятное Какая-то Даже ненависть была У этих самых Особенно на Канале На сайте Или как там На канале Представительное хозяйство Тогда он был Ведущим в России И там Меня терпеть ненавидели Я рассказывал Эту провокацию Когда подставили Другого железа Вот И общаясь с которым Люди поняли Что я мошенник И этот самый Что ты не идиот Эта провокация Я им всю жизнь Буду помнить И буду их разоблачать Потому что Польза от Представительного хозяйства Больше чем Вреда Больше чем польза А Геннадий Распопов Что он делал Я ему раз Статью А он ее раз И люди успевают Прежде чем ее Ликвидировали Или успели Грязью облить Люди успевали Ее почитать То есть Он проявил Невероятную Какую-то Смелость Пытаясь Через заднее крыльцо Меня как-то Прошунуть туда Где миллионы читателей Вот я ему Благодарен Невероятно Умнейший мужик А вот Кто такой Дарья Николаевич Я не знаю Вот И про живую почву Почву Заранее скажу Мое мнение Почва живая Пока ее не трогают Какие-то идиоты У меня уже других слов нет Говорят Берем лопату Переворачиваем Они ровные Значит Эти самые Бактерии Попадают вверх Эти Попадают вниз И Теперь Мы как бы Обезразили почву И у этих людей Мозгов нет Что они ее убили Вот видите Деника Живая почва Вот наверняка Если у него написано Что почва живая А значит Не тронута То наш человек Ну а Геннадий Распопов Что говорит Это один из крупнейших С умов России Вот все что хочу сказать Спасибо что Напомнили о том Что есть такой Этот самый Человек Геннадий Распопов Всем здания Благородия Виталий Шестак Свинин Всем привет Вот он Есть тот самый Еще фотографию показывал По-моему 213 вебинара Михаил согласен Виктор Галерий Константинович Прокомментируйте Как состав почвы Влияет на рост деревьев Частое абрикос У меня сублинок И абрикос Который 5 лет Имеет рост Ой до 2,5 метров Да Помните там было За год Косточка моя У кого-то выросла На 3 метра Культурные причем Культурные Они всегда отстают От этого Вот Как состав почвы Влияет Когда-то Я скажу только в общем Когда-то Это приписывает Мичурину И целый фильм Художественный фильм О нем создан Как он У него мерзли 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 Деревья И он взял Добровольно Отказался От жирной земли От чернозема Пользу Вот Ну назовем это Супище Вот У вас Суглиных Суглиных Это конечно Не чернозем Это большой процент Грин Так Вот Абрикосы Расшит вас плохо Кардинально Решил проблему Мичурин Уйдя От жирной земли Слабой земли Как правило Мы Садоводы Имеем Ой Простите Я это Не могу говорить Полностью Перекрыло горло Я за горячим Чаем Сейчас Я быстро Я забыл Просто взять с собой Мы себе Переливаем Я за себя Три минуты Спасибо 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 Продолжаем Продолжаем Значит у вас Расшит плохо Это факт С самого начала Есть такое понятие Как Замена Суглинка Или чернозема На более Легко дышащую Почву Ну так сложилось Что абрикосы Они На исторической родине Не знали Что такое чернозем Не знали Что такое глина И по нашим понятиям Чем хуже почва Тем было лучше Это или скальный грудь Или полускальный грудь Или Это Если Абрикосы Они как Для примера Обычно берут Дальний Восток В высоком В горах Абрикос Чистый кустарник Небольшой 2-2,5 метра Ну хорошо Ситами Невкусный Само собой Им лишь бы выжить До сахара Ниже опускаемся Опускаемся И вот попадаем В горизонтальную тайгу Так же Цехаталинская тайга Но горизонтальная Низина назовем Абрикос До 30 метров Гигант Показываю вам Для наглядности Смотрите Возраст 100-120 лет Может и больше есть Но кто бы их Вследовал Кому они нужны Вот Внизу Косточками С съеденными Мышами Усеяны Вот такие Толстый слой Косточек Бывший косточек То есть Сожарных Разгрызенных Мышами Вот такой слой И вот это Есть абрикос Внизу Разница только в том Что оказывается Он может быть И там И там И там Но Все таки Не в черноземе И не в блине Вот Или мы подбираем Почву под абрикос Или переделываем Но переделывать Очень сложно Мы Как делаю там А вот берем Стандартный Это прием Не мой А книжный Фильмовский Вот Можно стать ученым Яма метр на метр На метр Огромная яма Целый куб Туда значит Уже Все что полегче Все что туда суют Это около Десяти наименований Я сейчас не буду вам Портить Это самое А тут рук записывать Значит Не дай бог Вот И в конечном итоге Верхний слой Это все таки Та же самая Почва Но уже перемешана Например с песком Пополам на пополам Дерево будет легко дышать Но оно легко будет дышать 2-3-4 года А потом И даже расти будет хорошо А дальше все равно Корень упрутся В эту же самую Глину Или в этот самый Чернозер То есть Таким путем Решить плохо Есть путь Железово Это значит Уже большой холл И землю Надо привести Супись Что такое супись Пожалуйста Я же не могу все рассказывать Это уже Спасики Супись Вот Это должно быть Посадил глину Глину Посадил песок Песок Корни деревьев Переделывают Глину Более полезную Субстанцию Для тех же абрикосов Переделывают И вот уже Проходят 10 10-20 лет Нету никакой Глины Все Вот иди Где птичка Улетела птичка Вот так Я по другому Я не ученый Я Если бы Прочитали лекцию Вы уже давно Если бы Ученый Спали бы Или бы Это самое Записывали То Что вам Никогда в жизни Не пригодилось